Казахстан 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 Мне очень помогла книга Валерия Михайлова «Хроники великого джута». И замечательный, просто замечательный, удивительный роман Марии Глушко «Мадонна с пайковым хлебом». Это как раз-таки роман о том, как жили женщины в тылу и с какими сложностями они сталкивались. Ну и вот по чуть-чуть отовсюду. Но в основном мне, конечно, помогли люди, которые по рассказам своих предков, родителей, бабушек, дедушек знали об ужасах этих событий. Ну в основном я в Казахстане, конечно. Сейчас в последнее время я в России, в Москве. Стало появляться очень много интересных совместных проектов. Я надеюсь, что их будет больше. Очень хорошо. Мне нравятся и люди, и атмосфера. То есть я себя чувствую как дома. Потому что у нас общая история, общее прошлое. Поэтому мы все равно близки друг к другу. Поэтому нет никаких сложностей или чувствую, что ты где-то на чужбине. Безусловно, это был большой международный проект. Мы работали в тесном сотрудничестве с нашими коллегами из Белоруссии и Азербайджана. В городе Минске мы провели полтора месяца. Актеры, режиссеры, продюсеры, все способствовали тому, чтобы проект получился. Мы не подразделялись ни на нации, ни на того, где сейчас проживает, в какой стране тот или иной представитель творческой команды. Это способствовало тому, чтобы проект получился. И да, помогали друг другу. И с учетом того, что у нас была совместная история, учитывая то, что советское прошлое, это на сегодняшний день не очень помогало развитию проекта. Актер hashtags КППОЕНИЗМЫСچИКИ